Привет, друзья! Меня зовут Лариса Парфентьева, и вы попали на мой полезный канал. И сегодня я хочу с вами поделиться одной гипотезой, которую я называю «путь перемен». Путь перемен — это такие четыре шага, которые совершает каждый человек, когда пытается добиться каких-то перемен. И вот какие это четыре шага. Первое — это путь овоща, второе — путь ученика, третье — путь воина и четвертое — путь мудреца. Я сама придумала эту концепцию просто для того, чтобы показать, какие стадии проходит человек на пути к большим переменам. Вот, сейчас расскажу коротко о каждой стадии и о том, почему на первом этапе нужно в первую очередь освобождать энергию. Смотрите, шаг номер один — это путь овоща. Почему я назвала именно овощем человека, который только стартует? Потому что это, как правило, человек, который работает на нелюбимой работе, у которого семеро по лавкам ипотеки, какие-то друзья дурацкие, токсичные, нет времени на здоровье, на спорт, просто на какие-то прогулки. Словом, у этого человека абсолютно нет энергии. Вот поэтому первый шаг, да, почему я этого человека называю овощ, потому что самое главное, что нужно сделать человеку, который только стартует, — это начать освобождать энергию. И здесь тоже можете посмотреть, да, вот мое видео на ютубе про то, как там избавляться от токсичного окружения, про то, как расставлять приоритеты. И на первом этапе действительно нужно прям туго завязать пояса. Я очень хорошо вот эту ситуацию представляю, да, когда у тебя абсолютно нет энергии ни на что, ни других ресурсов видит, времени, денег и так далее, так далее, так далее. И вот как раз-таки для овощей, да, для тех, кто находится на первом этапе, кому нужно просто задать импульс для перемен, я создала проект, который называется МИГ-21, очередной сезон, которого стартует 19 ноября. Ниже информации, не буду сейчас подробнее об этом останавливаться, там мы как раз-таки распаковываем энергию для перемен, находим ее для того, чтобы стартануть и вспомнить, каково это быть живым и начать что-то делать. Вот, на первом этапе, то есть овощи, да, освобождают энергию. Второй этап уже, он тоже интересный, это путь ученика. На втором этапе, когда уже у нас есть энергия, нужно идти, конечно же, поучиться, понять, ну, то есть здесь я сейчас имею в виду, если вы хотите, допустим, выбрать для себя какую-то новую сферу в плане работы. Здесь, конечно, нужно на втором этапе пойти поучиться для того, чтобы набраться знаний, но самая большая ловушка в том, что можно в стадии ученика зависнуть очень надолго, да, я думаю, вы знаете этих людей, которые просто зависают на одном месте. Вечные тренинги, вечные книжки какие-то, вот, я вообще думаю, что книжки нужно переставать читать, и особенно мою «100 способов изменить жизнь», особенно если вы не собираетесь ничего делать после этого, переставать читать. Значит, ученик, вот, не зависать надолго на ученике и переходить сразу на путь воина. Это вообще моя любимая история, потому что, по сути, воин, да, это человек, который нарабатывает практику, нарабатывает часы, и который, скажем так, нарабатывает, да, своё мастерство. Вот, и уже стадия воина, она, конечно, самая такая сложная, самая долгая, самая интересная. Как-нибудь, кстати, напомните, я запишу вам видео про то, как понять, что ты растёшь, да, в своей области, это тоже хороший вопрос. Вот, и потом уже после воина, когда ты наработал, ну, не 10 тысяч часов уж, я сейчас не очень большой сторонник этой теории, но тем не менее, когда ты наработал, да, какое-то количество часов для того, чтобы считаться профессионалом, уже можно переходить на стадию мудреца, когда ты начинаешь делиться знаниями. Вот, собственно говоря, такой небольшой путь перемен из четырёх шагов. Подумайте о том, на каком шаге сейчас вы, если напишите в комментариях, я буду признательна, обязательно посмотрю. Так что, друзья, я вас жду 19 ноября на проекте МИГ-21. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и приводите своих друзей. Будем веселиться. Обнимаю вас, целую. Лариса Парфентьева. Пока.